Здравствуйте, уважаемые садоводы! В последние теплые дни осени всегда занимаюсь побелкой садовых деревьев. Молодые деревья даже больше нуждаются в побелке, так как кора у них тоньше и сильнее страдает от солнечных ожогов и перепадов температур зимой и ранней весной. Белю деревья водоэмульсионной краской, так как она дольше держится, чем известь или мел, и в то же время создает дышащий слой под которым кора не страдает. Белю деревья один раз, поздней осенью, в конце зимы и в начале весны, пока еще лежит снег, есть защита от солнечных ожогов у деревьев, а после побелка уже не нужна, так как листья защищают стволы и ветки от яркого солнца. Также в этом видео я покажу, как выглядит солнечный ожог из-за того, что побелка не была проведена. Солнечный ожог представляет собой черное продольное пятно на коре, как будто обугленное. Обычно такие повреждения возникают на стволах или толстых ветках с солнечной стороны. Такие раны на деревьях нужно обязательно залечивать и обрабатывать, иначе дерево может погибнуть. Омертвевшие ткани следует зачистить. Садовым варом, как липучкой, вначале убираю пыль и грязь из трещин. Можно обработать рану однопроцентным раствором медного купороса или бордойской смесью. Затем рану плотно замазываю садовым варом, чтобы влага, грязь и вредители не попадали внутрь. Замазанное место обязательно прокрашиваю воды эмульсионкой и пробеливаю стволы до высоты чуть больше метра, чтобы больше не было таких повреждений. Белый цвет защитит темную кору от перегрева и от солнца зимой и ранней весной, когда мы еще не можем попасть в сад.